Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас помилуй меня грешного номер 235 события дня 1 Петра 4 7 впрочем близок всему конец это за 3 августа 2016 года и дальше сами считайте тормозите находите очень важное это сообщение кто все это эти годы портил русский народ разрушал православие изнутри были ослеплены все такое обольщение разработали акции израиль и америки так пишут 20 лет получал зарплату осквернял все вот он наехал на нас Роспотребнадзор натравил все вспоминаю фильм дуэль музыкантов он ему говорит который на нарывался грицы сам напросился нарвался козел или как сталин а гитлеры услышав о смерти сказал говорит доигрался подлец так и этот он никакого отношения не видит ни гражданам россии и к вере православной и все ослеплены были до патриарха вот какие чары можно вести это не зомбирование миссионерские отделы создают это невозможно сказать сколько он зла натворил злобные слухи распространяясь сплетни разрушительные клеветы утрами проверяет из города старшая сестра как у нас дела райхань джайнакова казахстан мир вам игнатий тихонович в это воскресенье наш батюшка будет нас крестить рядом во дворе храма есть бассейн не сильно глубокий чуть выше пояса будет мне самой покрестятся и мои двое внуков слава христу была в свидетелях иеговы как за лжесвидетель под именем иеговы я отвечаю подгибай ноги и приседай не назад опрокидывать назад опрокидывать сектанты это положение во гроб христос умер стоя прибитый спаси христос и дочь младшая тоже хочет креститься она два дня как стала молиться по молитва слову слава иегове я счастлива ну если только два дня еще то надо подумать посмотреть подготовка должна быть она отвечает игнатий тихонович а что-то надо говорить перед погружением и после я отвечаю что спросит то и отвечаете райхан джайнакова я не об этом три раза погружение каждый раз надо что произносить вот батюшка говорит во имя отца и погружает а я молча приседаю да и отвечает да задают мне вопрос очень много статей резко появилась за последний день или два и кое-где ссылается на ролик где девочку выносят в машину когда ногу повредил и говорят что это радио свобода постаралась ролик сделать и распространить а это радио это либералы я отвечаю это не либералы а матерые масоны в свое время 80-е годы 14 лет посвятил этой теме пять катушек было у меня пятое даже говорили готов еще будет то только интервью антихриста все дореволюционное советское зарубежное было взято очень большой материал я посвящен говорю и там конечно знали про это прому масонов нам препятствия стали посещение великобритании в тринадцатом году в четырнадцатом и они дали заказ журналисту чернику александру тихоновичу написать статью против меня это он мне так сам и сказал я иду по перрону он встретился хороший нормальный журналист был потеряевки и добавил что пишет уже две недели и никак не пишется я вращу одну плохое то о чем плохое скажет когда не за это а до этого был в нашем лагере стане написал прекрасные статьи фото александра волобую молодежь алтая номер 40 а 29 сентября 89 года и ту же молодежь алтая номер 33 10 августа 1990 года я точно указываю данные где прекрасные статьи они в книге моей на сайте до слова божия нет уз потом он внезапно исчез и по сей день нет его так бывает когда деньги получил а ничего не сделал значит такого сметают в пути так что их заказ понятен а относительно девочки вот эта девочка там на руках искать несут она крайне своенравна всегда чем-то была недовольна и вполне за свои поступки отвечает из детей была самой рослой инструкция гласит у нас что купаться можно только в отведенном месте но мальчиков будет воспитатель мужчина девочек женщина не моложе 16 лет умеющих хорошо плавать спирса где сделано деревянное дно там идешь долго нигде не прыгать потому что везде столбы под водой то есть пирс смещается когда идет лед лед поднимает их вырывает а другие столбы остаются она же когда другие стали купаться развернулась значит от армии сама в другом месте ну рядом я росла береза с крутого берега прыгнула в воду и сучком дерево повредило ногу там кожу повредило когда купается девочки там я не мог быть была воспитательница и что чья вина они несли ее со смехом она шла сама там может на внешне на шкурке было но засмеялись подхватили ее чтобы хотя так развеселить ее при родителях смеющихся понарошку и что тут может быть усмотрено криминального из пяти тысяч четыреста наших видеороликов и зачем бы я снимал это выставлял сам это если бы тут было что-то вредное кому-то пусть все смотрят мне говорят может закрыть этот ролик надо до чего ради то там нет ничего мы повреждаем ногу в комнате у нас соседка получила квартиру из комнаты в комнате переходила половичок посаду нога на ногу села нога хрупнула все на армстронг первая страна в которой ступил на луну а дома в ванне упал и повредил вестибулярный аппарат его кащает во все сторону и что в ванну не ходить официально официально это что-то такое вышло сергий митрополит барнаульский алтайский вот кто это говорит появилась только что и мне скинули игнатий лапкин состоит в молитвенном и каноническом общении с православной церковью через барнаульскую епархию как обычный мирянин он ревностный православный христианин исповедник исповедник то есть я страдал но не умер в тюрьме догматических и канонических нарушений у него не установлено уж меня испытывали испытывали вот а как обыкновенный гражданин он имеет право на организацию лагеря какую-то общественную деятельность эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти лапкин человек твердых убеждений пожилой 77 лет примещание автора его уже не изменить и добавлять да и не нужно вообще интересно так эти недруги нападают теперь на метрополит а где ваше уважение к сану здесь был все время нападал на меня был епископ максим дмитриев но скрытно это мне священники говорят а уезжая побывал потеряевки и мы о нем всегда молимся по концовке бог будет судить да и не нужно исправлять меня как вы исправите когда у вас ничего этого нету митрополит сергий говорит нашему митрополиту илариону капралу он при сейчас на алтаре и говорит вот их признают некоторые называют сектантами сектантами эритиками а почему да потому что завидуют завидуют они как ничего этого сделать не могут но организуйте деревню 21 тысяча заброшенных деревень ну что попятились то все до одного сделайте хотя бы одну деревню православную с такими такому сам как не пить не курить не материться не воровать нет такой детский лагерь моя закрыл его не требует закрытие он закрыты давно уже 18 июля сопережать события нужно и далее события вчера что мы тут работали по дому в дом приобрели тут живет для владимира пащенко владимир александрович хозяин ему дом хороший 80 квадратных метров тут приглашать будет детей в гостях будут а все занятия проще на территории бывшего лагеря стана бывшего его уже нету мы его закрыли и ликвидировали я уже не начальник они завидуют вот весь ответ ну создайте такой видеоканал мы каждый день 10 роликов выставляем вчера встречали бульдозер не доезжая до нас три с половиной километра там лужа буквально оказалось продолблено так наклонилась что боялись что трактор съедет с платформы но пришлось обращаться им к нам кто везли за доставку 21 тысячу рублей заплатил я вчера барабаши все вторая второй день как только погода хорошая все на покосе звонить ну что звонить то звонить но дома то никого нет ну поехали видимо на машине там ерема кто и поехал терентий тогда уже приехал трактор я не засть кажется 150 150 и вытащил все это засняли покажем я поехал туда на велосипеде дорога неудобная но туда и сюда два раза съездил потому что после этого сломалась машина кто ехал сегодня сегодня у нас 4 августа первый день будем работать работать по прудам можете это дорогу поправить еще там вот теперь дальше я снова зайду на в в интернет это показать как у нас то что вот это наш наша страница страница видите как она вот я просто такой восемнадцать тысяч девятьсот шестнадцать фотографий осенью будет больше и три тысячи пятьсот двадцать девять роликов вот дальше что вот с на нем написали петиции петиции медведеву я открываю дмитрий анатольевич помогите держаться там в деревне потеряю к игнатию лапкину игнатий лапкин 45 лет содержит детский лагерь в деревне потеряю колтайского края на свои средства и средства которые жертвуют ему православные люди со всего света за огромную подвижническую православную просветительскую работу в крае россии за рубежами отчизны власти края в связи с изменившимися законами российской федерации хотят закрыть лагерь вместо того чтобы помочь обустроить его в соответствии со всеми новыми законами российской федерации но и тут участники отвечают возмущен бездушными роботоподобными действиями контролирующих органов рф в отношении лагеря стана игнатия лапкина человек проводит колоссальную работу по возрождению россии а вместо помощи и наград лютые бюрократическо-сатанинские нападки на канале лапкина вот он не дает канал показывает это имеется сотни видеороликов и сотни тысячи 5400 рассказывающих о жизни лагеря стана из которых видно что учит он только правильному а критерием безопасности нахождения в лагере является отсутствие за 45 сезонов случаев заболеваний или смертей нищета антисанитария так помогите бедному пенсионеру не глупыми сатанинскими проверками то финансово и материально лапкину впору давать почетное звание героя россии а не гнобить его не позорь русскую нацию прекратите гонения на честных да пропорядочных людей николай башаримов беларусь молит могилёв прекрасный лагерь дети учатся жизни с природой и с богом дети заняты они развиваются в отличие от обычных распущенных развлекательных лагерей отдыха данила сидельников киев украина не могу стоять в стороне когда происходит вопиющая несправедливость это грех подвергать гонениям честного гражданина страны в голову не вмещается и сердце разрывается да сколько же можно пусть судят тех кто заслуживает суда так радовались каждый день так надеялись что детский лагерь стан будет просветать и дальше горжусь что я являюсь современница игнатия тихоновича в детском лагере в потеряевке на самом видном месте в столовой написан лозунг россия должна встать и теперь этого человека который является родоначальником этого лагеря подвергает суду не допустите несправедливости юлия то рощина барнаул россия но тут много что еще если я просто закрываю и далее вот на алтае закрыли православный лагерь где учили детей прятаться от роспотребнадзора крестный ход с иконой божьей матери в алтайском крае приостановленная деятельность православного трудового детского лагеря в селе потеряевка чтобы избегать проверок детей учили убегать из лагеря во время визитов полиции чиновников а взрослых молчать в ответ на все вопросы как сейчас сообщает алтопресс дело об административном правонарушении в отношении религиозной организации православных христиан крестовозвиженская община было рассмотрено в дорожном суде города барнаула 27 июля ну и какой результат результат вот он вот здесь роспотребнадзор ну полностью все зарядите можно найти наверное и вот концовку только покажу судья постановил производство по делу об административном правонарушении по статье 63 в отношении места религиозной организации православных христиан прекратить производство в связи с отсутствием в деятельности состава административного правонарушения или опротестована прокурором сроком 10 дневный срок судья зарядская женщина там одна пишет слава христу мы знали что суд наш самый честный справедливый слава тебе господи юлия они могут обжаловать его еще но мы будем усиленно молиться ой я своим ушам не поверила женщина а я шла как на торжество я знала что мы победим вот видите как какие отзывы люди которые ничего не знают ну бывает которые злорадствует там ну а хорошо ли злорадствует идейным вдохновителем и создательным лагерем потеряевки семьдесят втором году стал проповедник игнатий лапкин который руководит лагерем до сих пор по словам лапкина неделю назад в лагерь приехали сотрудники роспотребнадзора которые выявили ряд нарушений в частности были предъявлены претензии в использовании для питья колодезной воды и несоответствие санитарным требованиям кухонного инвентаря то есть не из того дерева разделочные доски а подписаны они ну как из колой а тут другой воды нигде и нету колодезная чистая приезжают люди берут пьют ни запаха ничего нету тут и скважины есть в чем я виноват в том что за 40 с лишним лет то есть 45 за свой счет поднял и сделан нормальными людьми тысячи детей в том что к нам в лагерь приезжают специалисты из москвы и лондона и говорят что здесь есть 18 положительных параметров которых они не видели ни в одном лагере мира в том что дети трудятся приучаются к чтению постоянной молитве учатся плавать ездят и едят здоровые деревенские продукты возмущается лапкин а те годы всегда лошадь была еще по его словам даже коммунисты не находили у нас нарушения а здесь пришли полицейские сотрудники прокуратуры показали бумажку заранее составлен списка моих преступлений и запретили работать дальше детей мы тоже россии пока расселили по домам местных жителей членам нашей общины сказал руководитель лагеря когда расселял я уже был не руководитель в ту же ночь мы лагерь закрыли и ликвидировали теперь лапкину и общине в зависимости от решения суда грозит предупреждение или наложение административного штрафа от 1000 до 20 тысяч рублей и административное приостановление деятельности чего приостанавливать на 90 суток когда лагеря ликвидированы его нету нету его нельзя приостанавливать между тем радио свобода распространила во вторник видеоролик где видно как лапкинущит воспитанников лагеря убегать во время визита проверяющих а персонал тренирует молчать и молиться в ответ на все вопросы сам лагерь состоит из нескольких ветхих халуп канализации нет какая канализация 12 туалетов у нас в лагере 12 продукты покупают у местных жителей ну какие молочные противопожарной безопасности никак не обеспечена она не нужна все земляное как нету песок у нас есть есть чем прикрыть вода бак два больше двух кубометров воды никаких требований нет других-то безопасность никак не обеспечено это вранье разрешение на купание нет а у кого разрешение брать смешно даже разрешение роспотребнадзора на работу лагеря нет но зато есть благословение рпц роснадзор выполняет заказ антихриста сегодня заявляет лапкин лозунг лагеря гласит россия должна встать россия это мы детей учат скандировать его выкидывая воздух сжатый кулак даже же роспотребнадзор просят не пить воду из москва но то другое ну что здесь имеются вот я ткнул ролик какой-то стоит посмотрите что в это время делать чтобы не был старше если воспитатель никого нету направление вот такое все до одного ребенка обязаны бежать бегом вот с этим воротом дальше проходите по футбольному полю вон там строение которые стоят за строение вас уводят это на нас напали вот они приходят разговаривать дежурный один ему задание простое молиться стоять и не разговаривать допрашивайте его где где начальник лагеря кто кто вас тут главное вообще мужчина вы будете с нами разговаривать глухонемой явно да здравствуйте здравствуйте где ивнатий тихо начинайте полиция мужскую здравствуйте разговариваете это лагеря нет а а Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Лагерь поплыли, падялся ветер, 14 детей утонуло. Да говорят, еще не всех нашли. Сейчас проверка будет. Президент дал указание проверить все лагеря. К нам обязательно приедут. Продолжение следует. Продолжение следует. Полученные продукты, да, уместны. Я тебе понимаю, там есть сертификат. А с этого не имеется? Не имеется в количестве. А акт о разрешении прибыли в ДТССР? Потреблется в какую-то другую? Оля, а какое разрешение? Повторите, пожалуйста, еще раз. Я понимаю, я вас понимаю. А разрешение у вас? Президент дал указания. В 45-е годы. У нас разрешение благословения. Как их разрешение? От двух общих. Имеем право образовывать. Это прежде решение. Так у вас трудовой лагерь или палаточный? Нет, трудовой лагерь стал. Трудовой лагерь стал. Хорошо. А у вас ребятки купаются? У вас разрешение есть? На купание? А какое разрешение? Мы тоже подожмем. Молодоем, божьи дети, божьи. А у кого брать разрешение? Так, давайте наш лодник. Внимание. Россия должна встать. Россия это мы. Вот и все. Теперь бери их. За РУС-20. Я не подписываю. Вы, пожалуйста, это учитываете. Я просто не подписываю и все. Не согласен, не сказать, не даже не говорил. Я открыл все двери вам. Скажите, откуда ты все отказался? Мы это вам не разрешим. Вы должны жить по нашим нормам. Так ваши нормы составлены под ваши миллиарды, которые вы наворовали-то. Роснадзор выполняет заказ Антихриста сегодня. Сумки с водой, с едой. И мы уходим совершенно вон в те леса. Вот туда уйдем. Там у нас, блага знаем, где-то очень хорошие схроны можно сделать, скрыться. С той стороны, где угодно. И не проехать, и не найти. Это против народа все правила делают. А вы сами своим послушанием острим это. Вот видите, какие выставили. Тут много что выставлено еще. Вот наш форум. Смотрите. Наш форум. Очень большой форум. Ну, зарядите. Регистрируйтесь и заходите. А вот наш видеоканал. Большой видеоканал. 5400 видеороликов. Вот каждый день выставляю 8-10 роликов. Сейчас так у нас такое. Пожалуйста. Нагерстан ликвидируется до лучших времен. Вот все, что здесь есть. Сегодня у нас сколько? 9 роликов выставил. Вчера вот выставил, только сейчас обновлю. Баня русская, а распотребнадзор чей-то? Русская, а распотребнадзор чей-то? Сколько здесь? 366 посмотрим за 10 часов. Ну, пожалуйста. Кроме того, у нас очень большой сайт. Сайт. Красота. Легко искать. 50 книг мной начитано аудио. Самое ценное во всем, что показываю, это 4124 ответа по темам. 55 тем, 55 папок. Вот. Вот, допустим, здесь на Алтае. Закрыли православный лагерь, где учили убегать. Вот так. Вот здесь вот зарядите вот эти слова. Вот эти слова. И войти надо. Сейчас я закрою здесь. Вот для слова Божия не отуслов. Вот здесь вот Черников писал все статьи его, книга моя. И все тут 38 книг мои. Все здесь есть. Ну, я закрою. Вот, смотрите. И вставляю эти слова. Зайти надо на YouTube. Вот на YouTube. И слова. В лагерь. Попробуем, что здесь есть. Автобиография в стихах. Наповедник. Она что-то не открывает и нету. Нету. Ну, там, которые говорили. Там еще находят где-то многое. Нету. А почему нету, не знаю. Ну, вот, как будто бы на этот день у нас фактически все. Еще вот все замки. Это новое. Ставим в другом месте. Видите, сколько еще надо открывать. Это все время ставится в других местах. Я только отсылаю и готовлю материалы. Это все ролики уже заготовленные. Мы ничего не скрываем. Все открыто. Сколько раз говорили. Вот ролик такой-то убрать бы надо. Там вот такое. Вот, Виталий Калийков, Серафима, разговаривает. 1603 просмотра. Вот это за 6 дней. Это для нас эта цифра вполне приемлемая. Протоиерея, отец Саким Балабкин, говорит, в 6 дней. 1473. А другие поменьше здесь. Все на сегодня. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Помолитесь о нас, чтобы Господь помог нам совершить работы, намеченные по восстановлению дома. прудов, там где дорог. Мы работаем с... Вот 4.40 встаем. И потемках заканчивать будет. Бульдозерист так сказал.